Всем привет, друзья! С вами, как всегда, Александр Гуртовой и Руслана. Привет! И, друзья, напоминаю, что мы находимся в Турции, а на данный момент в Стамбуле, в аэропорту. Только что зашли в бизнес-лаунж, как раз ждем, пока накроют поляну, потому что завтрак закончился, сейчас уже будет обеденное время, я такой голодный с самого утра. Многие из вас писали, показываю еды, но не сильно много, поэтому сейчас покажу, чем кормят бизнес-лаунжи, а мы, друзья, летим далее. У нас прямой перелет со Стамбула в Анталию. Лететь там около часа очень быстро, а все потому, что в Анталии намного теплее, и мы планируем поехать именно в регион Аландия. Аландия – это вообще самый теплый регион, туда едут обычно люди на открытие сезона, так как в Стамбуле мы частично в куртках ходили, частично в кофтах. Хотелось бы все-таки, чтобы погода была потеплее, поэтому в ближайшее время будем жить именно в Алании. А лететь мы будем с турецкими авиалиниями Turkish Airlines. На самом деле были варианты дешевле через Pegasus, но по времени это очень неудобно было. Нам надо днем вылететь и днем попасть, потому что еще ехать с Анталии в Аланию около 3-4 часов, мы не знаем, как там с трансфером. Обычно мы прилетали в этот регион пакетным туром, и нас всегда встречали в аэропорту автобусы. Теперь мы своим ходом путешествуем, и надо будет искать, как добраться до Алании. И ночью это, конечно же, не вариант. Такси будет 100% дорого. Поэтому пришлось взять вариант за 40 евро билет Turkish Airlines. Если брать Pegasus, там вообще по 20-15 евро были билеты. То есть очень дешево и очень выгодно. Так что, друзья, усаживайтесь поудобнее, заваривайте чаек, заранее нас поддерживайте лайком. Всем приятного просмотра. Погнали, посмотрим, что же вкусненького нам приготовили. Так, тут у нас томатный суп какой-то, смотрите. Потом бобы. Но это что-то турецкое, я так понимаю. Нут очень популярный, я смотрю, прямо в томатах. Потом булгур. Кстати, тоже в Турции булгур, по-моему, часто едят рис. Рисом и в Индии наелись точно я не хочу. И тут у нас самое топовое. Это говяжьи котлетки и такие отбивнушки из курочки. Прямо запашок такой пошел, аж кушать захотелось. И тут у нас салаты и холодные закуски. Вот это интересно, что вообще похоже на какой-то хамон, но это явно овощное. Потом хумусы, йогурты, бобы. Потом каша, кускус, всякие оливки, долма, морковка. Ну, в общем, чисто вегетарианское. И с другой стороны турецкие десертики. Вот это, кстати, штука фисташковая, надо будет попробовать. Потом вот это, смотри, что это такое. Это как кисель какой-то. И тут тоже у нас пироженки. Из фруктов есть апельсины. Ну что, друзья, я думаю, вы не сомневались, что раз не было сосисок на шведском столе, я набрал побольше котлеток. Также взял курочки, булгур, долму. Ну, долма без мяса. Я думал, это как голубцы будет. Потом взял круассанчики, салатики, оливки, помидорки, черри. Чай уже выпил и зеленый, и турецкий. Мне нравятся, кстати, вот эти чашечки турецкие. Из них очень приятно пить, и чай как будто бы вкуснее даже немного. Потом взяли десертов немного этих попробовать. И Руслана тоже взяла курочки. Любят морковку очень, да, такую? Да, это, наверное, единственные овощи, которые я могу кушать. Вот морковка, немножко огурцов и помидоров. Другие просто овощи я ненавижу, точнее, не люблю вообще никакие. А картошка? Ну, картошка-то не совсем. А свекла? В свеклу вообще тоже нет. А как же шуба? Ну, селедка под шубой. Ну, селедка могу, а так-то чисто вареную свеклу или просто обычную свеклу, это я не сильно люблю. А я винегрет люблю. Вот винегрет классная штука. Если ее с горошком сделать, то вообще смакотень. И горох ненавижу. Ну, и давайте попробуем кебаб котлетос, да, или как это называется? Котлетос кебабус. Вкусные котлетки, не чисто мясные, их пожарили на гриле, очень вкусно. Да, ну, буду я приступать, друзья. Мне кажется, еще, возможно, за добавкой пойду, потому что, в принципе, взял котлет, но если они вкусные, как говорит Руслана, возможно, придется еще взять. Жаль, что мы на завтрак не успели. Так бы, как всегда, по традиции была гора с сисонычей. Так что, приятного, друзья, аппетита. Ну что, добавка не заставила себя ждать. Прошло 10 минут, смотрите, взял еще котлеток. Вот эта капуста, очень вкусная морковка. Их захотел йогурт, типа хумуса, попробовать. А курица, кстати, мне не очень понравилась, она какая-то очень сухая. Долма тоже, если бы туда мясо добавили, то было бы то, что надо. Взял еще такую булочку попробовать. Руслана что-то вообще почти ничего не ест, потому что они голодные. А что я такой голодный с утра? Мы пока ехали в аэропорт, я сидел и думал о том, как я, друзья, покушаю, потому что проснулся прямо со зверским аппетитом. Заходим уже, друзья, в самолет. Тут у нас бизнес-класс, но мы не бизнесмены, поэтому у нас места 6 и F. Вот, получается, я буду возле окна, а ты? А я, как всегда, посредине. Вообще, Turkish Airlines очень хороший авиаперевозчик. Вот название, если кто не знал. Тут тоже есть планшеты, фильмы, игры. Вы смотрите о полете, можно следить, сколько осталось лететь. Оставшееся время 1.01, то есть нам лететь ровно час. Это, я бы сказал, очень быстро. Я, друзья, по традиции возле иллюминатора, я прямо счастлив, когда попадается место именно такое, потому что, когда я сижу возле выхода, чувствую себя очень неловко. Ну что, ты готова лететь? Конечно, готова. Как ты думаешь, будет кто-то возле тебя сидеть? Я надеюсь, что нет, потому что, как бы, людей не сильно много на этот рейс, возможно, нам повезет, чтобы они садят возле нас. Потому что, если тут кто-то сядет третий, он заблокирует нам проход, и, собственно, это уже сейчас произошло. Мы надеялись, да? Да. Что этого не будет. Я смотрю, спереди даже Wi-Fi написано. Не знаю, может, будет Wi-Fi бесплатный. Как раз проверим это в процессе полета. Пока мы будем лететь, нас должны еще покормить. Хотя лететь час, и все равно будет питание. Это прямо удивительно. Я заметил, в основном в Turkish Airlines всегда кормят. Если у людей нету возможности бизнес-лаунч посетить, то это, конечно, хорошо. Но я так наелся котлет. Мне кажется, я их даже переел. Что, наверное, придется мне отказаться от питания. Так что, друзья, будем ждать отправления. А вы можете пожелать нам мягкой посадки. Продолжение следует... Ну что, друзья, можете нас поздравить. Мы успешно добрались до Анталии. Летели час, наверное, максимум. Мы даже не поняли. Вроде бы только взлет был. Раздали сэндвичи с песто и сыром. Поиграли в игру. Осьминог. Короче, осьминог летает. И надо как можно дальше пролететь. И вы по новой, по новой. Там и ракета, есть всякие аксессуары. Короче, октопус называется, может, кто знает. Меня прямо так поперло. Я так заигрался, что, бац, говорят, уже приземляемся. Я думаю, ого, ничего себе. Единственное, что сразу расстроило, это то, что через иллюминатор я увидел, что здесь идет на улице дождь. Вроде бы в Аланье нет дождя. Туда ехать 3 часа, 3 с половиной примерно. Сейчас будем пытаться найти остановку, либо автобус. Потому что такси будет очень дорого. А другого варианта добраться туда нет. Дождь моросит. Прямо заметно. Но как есть, так есть. Хорошо, что у нас есть куртки. Сегодня мы будем заселяться в отель на пару дней. А потом уже планируем переехать в полноценную квартиру. Потому что нам надо уже и постирать вещи, и готовить еду. Мы хотим дома. Не хотим уже, да, вот эту шаурму, всякие фастфуды есть. Потому что нам, друзья, в Индии это все уже надоело. Мы хотим немного пожить в нормальной квартире полноценной, поездить по местам и поснимать классные выпуски для вас. Поэтому погнали на автобусную остановку. Мы решили воспользоваться таким вот трансфером. Стоимость 450 лир прямо с аэропорта и прямо в центр Алании, да, там где у нас отель. Получается, смотрите, внутри, он сказал, 5 человек всего будет. Вот наши вещи уже здесь лежат. Очень комфортный, я бы сказал, автобус. И мы прямо отсюда быстро доедем до Алании. И я считаю, что экономить нету смысла. Потому что с таким сервисом быстро добраться, тем более дождь идет, это как раз идеально то, что нам сейчас надо. Другой вариант, это доехать сейчас надо до центра Анталии, до автостанции. И там уже есть автобусы Анталия-Аланья. Ну, вроде бы нам сказали 100 лир до центра Анталии, а потом Анталия-Аланья около 200. То есть, итого будет 300 лир. Тут мы на 150 лир платим дороже, но мы прямо с аэропорта будем ехать. И плюс, я более чем уверен, это будет быстрее, потому что такой мини-бусик, он будет явно лучше ехать, чем огромный набитый автобус. Мы решили не экономить уже на комфорте. И будем ехать уже через 20 минут отправления. Сейчас он еще попробует найти людей. Я считаю, что вариант вполне идеальный. Смотрите, как нам повезло. Мы уже выехали, вообще никого нету. Он предлагал нам еще VIP-бусик без людей. Получается, он 2000 лир стоил. А этот за двоих 900 лир, потому что 450 с человеком. И получается, у нас VIP, да? Никого нету. Вот наш багаж, наши вещи. Мы тут можем прямо лечь, спать, столики. Можно еще чаек взять где-то на заправке. Ну, короче, идеально. Правда, единственное, что не радует, друзья, это погода в Анталии. Тут, конечно, пасмурно, прохладно и дождь. Но именно в Алании дождя не передают. Солнечно, хорошо. Так что я считаю, что мы просто идеально выбрали регион. Алания всегда был самым теплым регионом, когда только начинается сезон. Все, друзья, мы в Алании. Ехали примерно 2 часа. Очень удобно. Прямо подвезли нас под отель. Тут прямо горка небольшая. Мы с вещами поднимаемся. Но он нас там высадил внизу. Не захотел заезжать. Но тут 50 метров пройтись. Там, смотрите, горы. На горизонте солнечно. Дождя в Алании нету. Очень хорошая погода. И вот наш отель. Называется Вилла Саната Бутик Отель. Вот там название, я так понял. Тут вход или нет? Следующий, да? Вот. Там где надпись Вилла Саната. А, вон там даже указатель. Прямо тут среди пальмы, зелени. Мы будем жить. Есть небольшой бассейн даже в отеле. Но это все мы вам покажем. Сейчас будем заселяться. Мы уже зашли. Что там? Подождать чуть-чуть сказали. Нам сказали посидеть, подождать чуть кого-то позвут. Потому что этот мужчина не понимает английского. В общем, такой бассейн. Смотрите на территории. Там ресторан. Уже что-то жарить будут. Но я так понял, холодно, да, еще в бассейне купаться? 200 сантиметров. Так это для тебя сильно глубоко будет, да? Ну да. Это, наверное, утону в нем. И, собственно, такой небольшой отельчик. Он уютный. Бутик-отель называется. Там прямо, смотри, будет все цвести, я так понимаю. Или это оно такое и есть. Сухое. Это что вообще растет? Я не знаю, что это. Такое чувство, что оно должно расцвести. Ну, возможно, в будущем, а возможно, никогда, да? Прикольно, если будет у нас номер с видом на горы куда-то. Но мы тут недолго, друзья, останавливаемся. А пока ищем полноценную квартиру. Потому что у меня уже кроссовки завонялись. Мне надо их где-то постирать. Нам надо, чтобы стиралкой кухня была. Мне уже стыдно в гости куда-то, если что, зайти или вообще раззуться. Потому что с кроссовок немножко запашит. Ну, мягко говоря, так немножечко, я бы сказал. Ну, пошли. Вдруг он уже заселит нас. Мы так с дороги немного подустали. Ну, наконец-то, долгожданное заселение. То есть, дороги прямо очень хотелось принять душ. Немножко отдохнуть, разобрать эти вещи, скинуть, наконец-то, рюкзаки. И, друзья, давайте сделаем обзор рум-тур на номер за 13 евро за одни сутки. Но не включены завтраки и так далее. То есть, без питания. Мы специально брали без питания. Потому что, в принципе, в кафе-ресторанах и так можно перекусить что-то. А нам надо что-то более-менее бюджетное. Пока мы будем искать квартиру на более длительный срок. Тут у нас входная дверь. Смотрите, заходим. Сразу санузел. Ну, такой хорошенький отель. Смотрите, чисто. Плиточка. Тут зеркало. Фен есть. Мыло, гель для душа. Бумага. Получается, душевая кабина. Тут тоже полотенце. Еще две бумаги. В общем, санузел нормальный, опрятный. Главное, что нету плесени. А так на пару дней пожить можно. Двигаемся дальше. Это, я так понял, закрытый номер. Если семейный номер дают, то два сразу соединяют. И можно через эту дверь заходить. У нас отдельный номер один. Так что соседний номер нам не понадобится. Тут у нас двуспальная кровать. По два полотенца на человека. Очень хорошо. Смотрите, мы прямо живем на четвертом этаже. Тут уже крыша сверху. Есть кондиционер, который нам не понадобится. Потому что не прямо лето тут еще. И мне нравится, что постельная чистая. Смотрите, аккуратненько. Подушки. Все как надо. Там тоже панорамный вид. Можно открыть все эти шторки, тюли. Тут зеркало, телевизор небольшой. И даже есть, друзья, кухонный уголок. Вы представляете? Тут у нас стаканчики, бокалы для вина, чашки. А ну, давайте глянем. О, тут прямо посуда, чайник для супа, тарелки. Не знаю, будем ли мы что-то готовить. Но это прикольно. Все равно тут плитка, холодильник, чайничек. Тоже розетка. Ну, нормально. Если бы мы дольше останавливались, то, конечно, кухня это был бы огромный плюс. Шкафчик большой, просторный. Много вешалок. Сейф имеется. Ну, друзья, согласитесь, за такую стоимость, мне кажется, вполне себе неплохой вариант. Вот, с другой стороны, покажу вам комнату. Там мы зашли. Такой интересный, нестандартный потолок в виде крыши. И давайте пройдемся на балкон, друзья. С балкона вид открывается просто бомбический. Небольшой столик со стульями нас встречает. Небольшой и балкончик, в принципе. Мы живем прямо на крыше, получается, смотрите. И такой замечательный вид на горы и на Аланию. Просто панорамный вид. Море, конечно, отсюда не видно, но зато горы полностью, куда не посмотришь. Везде небольшие отельчики, домики. Я люблю Аланию, прямо в горах написано. Ну, слушайте, мы когда раньше жили в Алании, в пятисвездочных отелях, то у нас даже тогда такого вида не было. Смотрите, везде зелено, везде горы. Если влево посмотреть, то даже виднеется море. Правда, надо прямо вот так вылазить, чтобы его увидеть. Вот, видите? Прямо на горизонте видно море. Не знаю, просто замечательно. Я даже не думал, что нам повезет. И с таким видом можно будет с утреца выпить чая, кофе и насладиться просто природой Турции. И в комнате панорамные окна, смотрите, если вот так открыть это все дело, то тоже виднеются горы, красота. Не знаю, мне кажется, виды идеальны. Можно даже лежать просто на кровати и смотреть на горы. Идеально вот эту всю картину, все эти пейзажи будет видно с кровати. Так что напишите в комментариях, как вам такой номер за 13 евро. Ну, только что без питания. А так, в принципе, все чистенько, хорошо. Нам очень нравится. Больше всего понравился именно вот этот вид. Даже не кухня, которая нам обычно в Индии, друзья, нужна была. Тут чисто видончик, переночевать. Хорошая атмосфера. Я считаю, что нормальный. А как считаете вы, напишите внизу. Мы будем, друзья, сейчас идти в душ, разбирать вещи, отдыхать. И встретимся с вами уже завтра. Потому что надо искать квартиру, искать объявления. Сейчас будем по всем сайтам рыскать, все пытаться найти. Я думаю, в этом выпуске, если все получится, в конце мы уже покажем, какой вариант нам удастся найти и забронировать. Друзья, добрый день. Следующий день начинается. И начинается он просто гиперактивно. Потому что мы с самого утра занимаемся поиском жилья. Хотим арендовать не на день, не на два, не на неделю, а сразу хотя бы на месяц. Потому что дергаться неохота. Вещи каждый раз перевозить нам уже надоело. И мы с самого утра ищем объявления, смотрим квартиры. Хотели этот процесс вам подснять, но как-то не очень комфортно. Сначала одну, потом вторую. Я думаю, это не особо интересно. Будет интересно посмотреть финальный вариант, который мы все-таки выбрали. Смотрите, некоторые варианты сдают по 400, по 500 евро за один месяц. Есть один вариант за 300 евро в месяц, который мы посмотрели и как раз только приехали. Называется небольшой городок Авсалар, который находится возле Алании. Минут 30 на автобусе. Ну смотрите, там получается, мы приехали возле набережной, вышли на автобусе. Мы шли в гору очень долго, минут 20, наверное. Там лес был, вообще ничего. Ни магазинов, ни кафе, ни ресторанов. Сам комплекс неплохой, квартирка тоже нечеток. 300 евро, цена отличная. Это, наверное, самый дешевый вариант из всех, которые мы вообще находили и смотрели. Но потом, после того, как мы посмотрели квартиру, походили по окрестностям, и мы поняли, что там даже выйти некуда прогуляться, воды негде купить. То есть ближайшие какие-то магазины, либо кафешки, это 20 минут через лес и горы идти. Цена заманчивая, но мы решили лучше все-таки заплатить немножко дороже и пожить в цивилизации. Потому что мы уже в Индии жили, нам этого всего хватило. Хочется в городе, чтобы вышел. Все находится недалеко, рядом, где-то перекусил, где-то пошел в супермаркет. Ну чтобы это было удобно и комфортно для жизни. На данный момент находимся в районе автостанции Алания. Это большая автостанция, откуда ездят автобусы в Анталию и так далее. Ну я так понял, можно и в Кемер там доехать, или в Сиде. Ну в общем, квартира находится недалеко от этого места, которое мы последний раз заходили, смотрели. Стоит она 400 евро в месяц, да? Ну она очень прикольная. Там еще есть небольшой субзал, есть бассейн, есть сауна тоже. Плюс очень хороший интернет. И сама по себе квартира очень светлая, хорошая. Уютная, я бы сказал. Потому что прошлое вроде бы неплохая, но она такая тесная. По фоткам они на расширенный угол ее пофоткали. Мы заходим и понимаем, что там так тесно, что негде развернуться. И плюс это все находится, друзья. Ну вот, как видите, дома там в горах вдалеке находятся. Вот что-то подобное в Авсаларе мы только что увидели. Было еще очень много вариантов в районе Махмутлар. Это тоже возле Алании. Но когда мы посмотрели эту квартиру, которая именно в Алании находится. Тут, кстати, и пляж Клеопатра, и набережная Клеопатра недалеко, Мигрос. Ну вообще идеальное место. Эта квартира 400 стоит, но там и по 500 были, и по 600, даже 700 нам сказали. Я считаю, что для города цена вполне идеальная. Но мы заселяться уже будем завтра. В конце этого видео мы покажем вам ее. То есть не будем начинать новый выпуск. Сегодня немного еще покажем вам Алании. И как раз в конце видео вы уедете, какой вариант мы все-таки выбрали. Смотрите, как удобно. Мы прошлись минут 5, и мы уже попадаем с вами на главную дорогу возле пляжа и набережной Клеопатры. Там же, друзья, вообще до моря идти очень долго. Но я понимаю, что сейчас не сезон, но все равно даже выйти прогуляться, вот в кафе посидеть, мини-маркеты всякие. Смотрите, красота, горы, небо и земля. Хотя стоит всего лишь на 100 евро дороже. Вообще красота. Смотрите, 5 минут от квартиры. Пляж Клеопатра. Ну, пляж очень большой на самом деле. Аж туда он до горы длится. Там находится подъемник. Ну, пешком, я не знаю, минут 10, наверное, туда. Но на этом пляже очень красивого цвета вода. Не знаю, когда уже начнут люди купаться. Там кто-то ходит. Даже в шортах, я смотрю, какой-то мужик. Может, и сейчас купается. Но когда более солнечно, такая теплая погода. Сейчас, я смотрю, затянуло. И немного пасмурно. Найти квартиру, кстати, в Аланье очень сложно. Я пересмотрела прям очень много вариантов. Я смотрела и Агоду, и Букинг, и Airbnb. И проблема в том, что очень многие не хотят сдавать на месяц. А если ты найдешь кого-то, кто сдает на месяц, в принципе, то они еще берут очень большую комиссию. То есть, я нашла квартиру за 400 евро. И они 400 евро хотели комиссию. То есть, квартира у вас уже получает за, по сути, 800 евро, а не 400. Еще я подавала три запроса на Airbnb. Но мне ни один из них не подтвердили. Сказали, что все занято. И нашли мы в итоге квартиру вообще в социальных сетях. На Фейсбуке, да, по-моему, нам ответили. То есть, вообще настолько сложно было. И, кстати, она еще сказала, депозит надо оставить 200 долларов. То есть, это возвращаемый депозит. Мы когда будем выезжать, они нам его вернут. Но это на случай того, если мы там что-то сломаем, да, или разобьем. Но я думаю, такого ничего не будет. Поэтому проблем с депозитом не будет. Вообще, мы планируем пока что на месяц остановиться. А там уже будем смотреть. Погода в Алании хорошая. Смотрите, в кофтах ходят. Некоторые в куртках, некоторые в шортах и в футболках. То есть, как раз заканчивается прохладная погода. Начинает теплеть. И люди еще не привыкли. Мне кажется, через недельку-две, возможно, уже и на пляже будет много людей купаться. Возможно. Я прямо вам передать не могу, насколько стало легче, когда мы поняли, что есть вариант именно в городе, а не где-то там на окраине. Потому что в городе самая удобная инфраструктура. Если мы будем куда-то ездить, какие-то отели вам показывать места, отсюда мы без проблем доедем. Если мы будем со Салара оттуда, с гор, куда-то отправляться или планировать поездку, то это будет максимально сложно. Потому что надо будет спускаться, искать автобус. Оттуда не факт, что автобус будет ехать. Да и вообще просто сходить в магазин, закупиться продуктами некуда. Ну вы представьте, некуда. Даже если квартира хорошая, то смысл от такой квартиры, если тебе придется тащить продукты в горы каждый раз. Плюс, я не знаю, такси мы тоже там не видели. Какой-то пустырь. Не знаю, я такое не люблю. Хозяйка той квартиры нам говорит, вы в Махмутларе не смотрите, потому что там очень шумно. А тут тихо, спокойно. А я думаю, блин, вот лучше пусть будет шумно, чем настолько спокойно, что ты выходишь и как будто бы живешь в поле и в лесу. Да, там свежий воздух, там типа эко-резорты немножко расположены из-за того, что лес находится. Но я вообще не говорю желанием жить в лесу. Лучше выйти вот так вот на набережную, погулять, зайти попить чай, там перекусить в кафешке, посидеть, чем жить просто в горах, где по сути ничего нет. Тут у нас на набережной шаурма, кукуруза. Подождите, не понял, это что? Шаурма? Это продавец. Продавец? Блин, что-то он такой сонный, смотрите. Даже не хочет реагировать, он даже не открыл глаза, чтобы посмотреть, кто подошел. А я думал, тут шаурма, все дела, типа вертель, а тут смотрю, какой-то не такой вертель, да? Везде нам встречаются коты и такие домики небольшие, да? Прямо еда, они там живут, такие как будки, можно сказать. Они здесь абсолютно везде, даже ты в любой супермаркет зайдешь и там будет тоже кот. Я смотрю, тут и самокаты можно брать в аренду, то есть прямо по этой набережной кататься, вон еще 3-4 самоката. Ну классное место, согласитесь. Напишите, как вам, тут и детские площадки, и качели есть, а то что, туалет для собак, смотри. А, это просто мусорка и, я так понял, тут оставляют какую-то еду, вон косточки всякие. Ну, короче, они могут подойти и перекусить немного. Хотя собак здесь очень мало, мы видели всего парочку собак, но они здесь очень огромные, видели, вот такая прям огромная собака. Как коробка. Да, я говорю, это какая-то корова, как будто они собака. Вот мелкие собаки, они сначала только такие огромные. Там, наверное, для собак еду оставили, а съедят ее всю котики. Тут вот тоже много самокатов и, смотрите, аптека есть, потом там вещи продают, кофейня, небольшие супермаркеты. То есть абсолютно на каждом углу что-то полезное. Там же в Авсаларе, ну мы вообще в шоке были. Руслан еще говорит, вариантов нету, придется хоть тут останавливаться. А я говорю, да нет, ну ты посмотри, мы же тут с ума сойдем, мы как дикие люди станем. Еще были варианты, это снять комнату в отелях по 300-400 евро. Ну, блин, это просто комната без кухни, вообще без ничего, чисто вот, ну, отельный номер. А мне надо уже свои кроссовки вонючие где-то постирать и плюс хочется нормальной еды, да, на кухне приготовить. Там, кстати, и посуда, если все. Ну, в общем, мы это все вам покажем, когда уже заселимся. Я смотрю, тут и хамам, и массажи есть, спа-салоны. Потом смотри, тату и пирсинг можно сделать. Рестораны, ну вообще цивилизация. На каждом углу вот всякие блюда турецкие. Ну, можно и бургеры, и английский завтрак взять, бифштексы. Ну, я хочу сибас и дорадо в Турции есть. Это самая такая вкусная рыба здесь. Я думаю, что мы наконец-то переедем уже в квартиру, пойдем на рыбный рынок, закупимся рыбкой, я буду ее готовить. Имеется даже ирландский паб, смотрите. Это прямо как в Дублине, такие чувачки в шляпах и оформлен он вполне красиво. Это здесь Гиннес, скорее всего, да, наливает? Есть, в общем, и Гиннес, и Килкенни, это местный популярный эль. Также бургеры ирландские. Ну, в общем, выбор хороший, но так не сильно дешево, да, место популярное. Смотри, тут прямо красная дорожка на входе. И возле ирландского сразу же находится мексиканский паб, смотрите. Но это круто, когда есть выбор, есть куда зайти, а не так, что вышел и ничего нет. Тут и одежду, Руслана хотела себе купить какие-то костюмы, хотя бы один, да, чтобы ходить. У меня вообще нет никакой больше одежды. У меня есть только летняя одежда, а вот такую вот одежду, чтобы просто на такую вот погоду, как сейчас 20 градусов одевать, у меня ничего нет. Просто летний будет холодно, а в этом будет жарко. Так куртке уже жарко, ты говорила, да? Я даже не надевал сегодня, потому что у меня кофта есть. О, я смотрю, Бургер Кинг есть в центре, мы видели Макдональдс. Ну, кстати, для начала сезона, точнее, сезон, можно сказать, еще только начинаться будет. Он сейчас не сезон вообще в Алании. Тут уже открыто все, вот и сувениры, и одежда. То есть, выбор есть. Мне кажется, зимой тут тоже приезжают люди, да? Сюда приезжает очень много европейцев, просто на зимовку, я знаю. Смотри, там тоже фонарики, красота. Это прямо как на Гранд Базаре мы что-то подобное видели, и кальяны можно купить. Ну, прямо сувенирная лавка очень красиво оформлена. Вот кальяны в виде черепа такие интересные. Интересно, какая стоимость на подобные кальяны. Я слышал, много кто привозит с Турции. Не знаю, цен нету, продавца нету. Но, к сожалению, потом уже, когда будем снимать, я думаю, где-то мы с ценами найдем магазин и покажем, что вообще почем можно купить в Турции. Но, кстати, насчет рахат лукума. Помните, мы когда были на Гранд Базаре, по 700-800 лир был килограмм рахат лукума. В Турции популярно открывать рынки по субботам, по средам, в каждом городе по-разному. Вот на один из подобных рынков мы ходили в Стамбуле, и там точно такой же рахат лукум по 250 лир за килограмм. Вы представляете, насколько большая разница? Мы брали по 400 в торговом центре и говорили, что это дешево. Оказывается, что цена его вообще 250 за один килограмм. Очень много отелей вдоль набережной. В основном это небольшие такие отели по 3-4 звезды с небольшими территориями, бассейном. Только что проходили Xperia Sarai, вроде бы популярный. Там я тоже вижу 4 звезды. В общем, в сезон сюда приезжают. Мне кажется, в сезон жилье, квартира на месяц, наверное, долларов 700-800 будет стоить. Да, я смотрела, что вот если сейчас дают по 400-500, обычно пишут, что с 1 мая уже цена там будет 700-800. Короче, то же самое, в два раза дороже. А еще мне нравится, что везде в Турции можно наблюдать деревья с апельсинами. Смотрите, прямо идем и большое количество апельсинов. Когда мы ехали в Соларо, в Аланию, там прямо целый ряд был таких деревьев. И мы заметили, брали, когда апельсины еще в Стамбуле. Здесь они намного спелее, намного сочнее. То есть прямо ешь и он сладкий. Я привык, что апельсин немного кисленький должен быть. А тут они прямо как будто сахара туда накидали. Ну, очень вкусно. Мне кажется, такие апельсины мега полезны и содержат очень много витаминов. Я смотрю, тут и Старбакс прямо возле набережной. Ну, по-моему, в Турции Старбакс дороже, чем в Индии, например. В Индии еще более-менее. Да, здесь он дороже и он здесь вообще невкусный. Они не умеют здесь делать почему-то кофе, но постоянно очень гордое. И какое-то вообще не готово должно быть. Может, крепкий сильно, а ты привыкла более лайтовый пить? Вообще, насколько я понял, именно в центре Алании большое количество таких отелей городского типа. А если прямо хотите, чтобы территория была большая, прямо целый город в отеле, то это как раз вот Авсалар, да, Канакли подходят идеально. То есть там места много, там пустырь был, и они расстроили отель. А тут как бы город, нельзя прямо, чтобы, да, отель на полквартала раскинулся. Кто живет в Турции или в Алании, пишите в комментариях, где живете, где вам больше всего нравится, куда вы ездите. Также можете посоветовать места для посещения, которые вы бы хотели, чтобы мы посетили и показали. Потому что мы только начинаем свою поездку по Анталийскому побережью. Я думаю, будет очень много выпусках. И все ваши предложения и советы обязательно прочтем внизу в комментариях под видео. Только что такая ситуация смешная была. Я, короче, влез кофтой в какую-то штуку. Я сначала думал, что это рахат лукум. Мы ходили по сувенирным лавкам, я там что-то лазил, терся. Я, короче, вот так вот взял, немножко пальцем, и такой уже хотел пробовать. А Руслан говорит, подожди, говорит, не спеши. Это больше похоже на то, что это какнула птичка. И я уже чуть ли не попробовал этот рахат лукум, но потом я уже присмотрелся, там какие-то зерна были. Ну, на рахате что же там, орешки, присыпка. Я почему-то думал, что это я в рахат влез и хотел его попробовать. С каким это вкусом я влез. В итоге чуть не попробовал, но вы сами поняли, что. В общем... Я тебя спасла. Можно сказать и так, на основе этих событий мы решили пойти и куда-то перекусить. Потому что я сильно голодный сегодня по всему. И раз уже начал вот эту штуку слизывать, чуть ли не слизывать с пальца. Зашли в кафешку, вот тут прямо на улице, по пути к пляжу Клеопатра. Мы, короче, шли вот там на центральный и завернули к Клеопатре. И я вам скажу, что цены за три года, сколько мы не были в Турции, конкретно так выросли. По-моему, когда мы были, лира была 9 к 1 доллару, сейчас 32, да? То есть для нас вообще непривычно. В общем, взяли Эфес, чтобы немного снять стресс после рахата лукума, который я хотел попробовать. Это местное пиво турецкое. Насколько я помню, оно очень вкусное. Хочу прямо вспомнить его вкус. Помню в отелях на все включено его часто разливали. У них такие нестандартные, интересные бутылочки. 100 лир стоит в кафешке. Такой Эфес. По-моему, в магазинах Тубор по 60, да? Мы видели. То есть, в принципе, плюс-минус, не сильно большая наценка. И хотим уже что-то нормальное. А то мы вечно донор, шаурма, мясо. Сейчас, короче, сделали заказ. Посмотрите, что мы заказали в этот раз на обед. Так, друзья, принесли нам уже основное блюдо наше на обед. Это, конечно же, Сибас. Вообще и Дорадо есть, но я так понял, они предлагают в зависимости от того, что у них есть в наличии. Также принесли соусы, лепешки, салат, картошка. Ну, в общем, обед очень насыщенный. Сейчас будем пробовать. Но Сибас и Дорадо всегда в Турции была очень вкусной. Так что давайте приступать. Руслана берет, добавляет лимончик. Чистый. Ну, кстати, костей в этой рыбе, по-моему, не сильно много. Их, можно сказать, вообще нет. И она прямо тепленькая, только с гриля. И сзади, смотрите, горы, панорама, не знаю. Я очень рад, что мы все-таки в Алане остановились. Очень вкусная рыбка. Она свежая. В ней не добавляли вообще никаких специй. Чистая соль и рыба, приготовленная на гриле. Очень вкусная, хорошая рыбка. Мне кажется, она прямо свежевыловленная. Я помню, в Турции всегда рыба, Сибас, Дорадо. Это просто свежайший продукт. Так что, друзья, будем приступать к трапезе. Я смотрю, еще один персонаж подошел. Наверное, тоже претендует на рыбку. Так что мы, наверное, с ним, да, поделимся. А ты ему дала уже. Он просто сидит, ждет и думает, когда же уже мой заказ поступит, да? Он как будто выкутил с пальцев за секунду и даже не успел заметить, как это произошло. Ну, конечно, тут такой запах стоит, друзья, аппетитной рыбы. Котик просто не устоял и ждал, пока мы с ним поделимся. Вкусно мы, ребята, очень поели. Я вам скажу, цены вполне приемлемые, да? Потому что рыба везде, в основном, по 400 мы видели. Ну, может, где-то и дешевле есть, но нам здесь понравилось. Вкусно, хлеба столько, картошки, салата. Я так доелся и впервые, наверное, не голодный. Хочу вам оставить название. Вот, Кандан, Шаурма, Донор, Ресторан, Кафе. Шаурма вообще 75 лир. Смотрите, вот кафе. Если вот так вот прямо пройтись один квартал, там уже центральная часть пляжа Клеопатры, которая возле горы. Мы как раз сюда и отправляемся. По стоимости 700 лир мы заплатили за весь стол. Пиво ФС по 100 лир за один бокал. И рыба 250, ну, там прямо целая порция. Вы сами все видели. Очень вкусно и хорошие цены. Так что, если будете здесь, в центре Алани, вполне рекомендуем это место. Рыба максимально свежая была. Нам очень все понравилось. А, смотрите, мы прямо сразу и вышли на фуникулер. Телеферик. Смотрите, вот он находится. Если вот так влево зайти немного вглубь, на первом повороте направо и будет этот ресторан. Там горы, виды красивые. Ну, в общем, это самая центральная такая часть Клеопатра-набережной. Там, где мы планируем снять квартиру, это немножко в стороне. Ну, минут 10 до горы. Давайте зайдем, посмотрим, как обстоят дела на пляже. Понятное дело, что там вряд ли кто-то будет купаться. Но хотя бы хочется вспомнить, как это все выглядит. Потому что это, наверное, один из самых крутых пляжей в районе Алании. Перед входом в пляж Клеопатра нас встречает красивый парк, горы. Подъемник работает. Стоимость билета с одного человека туда и обратно 265 лир. По-моему, дешевле было, да, тоже. И тут подорожало. Мы же были очень давно уже, кстати, на эту гору можно подняться. Там очень красиво, там можно погулять. Там где-то, ну, часика два надо, чтобы все обойти. И только что еще произошла неприятная ситуация с банкоматами. В общем, нам надо было снять наличку, чтобы заплатить за квартиру в лирах. Получается, в одном банкомате снял я, а в другом Руслана. И Руслана заплатила комиссию в три раза меньше, чем я. У меня там что-то 600 чем-то лир списало, а у Русланы 215. Короче, Вакивбанк самый пока что выгодный получился. Не знаю, может, еще выгоднее есть варианты. Если вы вдруг в курсе, то напишите в комментариях, в каком банкомате выгоднее всего снимать наличку. А на Клеопатра Бич, смотрите, даже шезлонги стоят. Мы думали, сейчас вообще никто не купается, но там даже в шортах, я смотрю, сидят. Возможно, даже и купаются. Не такое большое количество людей, как, например, в апреле. Но сейчас тоже люди приходят просто посидеть. Кафешка вот тоже, да, функционирует, которая прямо на входе в пляж. Но я смотрю, водичка там прямо бирюзовая, красивая. Ну, сейчас, кстати, можно позагорать, потому что у меня позавчера сгорел полностью лоб. На солнце ты сгораешь, ну, буквально за часик. Ну, я бы не сказал, что он сгорел. Незаметно, у меня лицо белое всегда было. Слушайте, какая красота. Мне кажется, это один из самых лучших пляжей в Турции. Водичка прямо бирюзового цвета. Плюс ко всему... Ой, надо вот тут аккуратно, потому что чувствую, кроссовки будут мокрые. Плюс ко всему вы купаетесь с видом на горы в сезон... Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Успела? Да. Еле убежали от волн. Я думал, уже минус кроссовки. Замены нету, друзья. Надо хоть эти постирать. И плюс ко всему хотел сказать, что вы купаетесь с видом на горы. Бирюзовая водичка, чистый пляж. Не знаю, мне это место прямо очень нравится. Я смотрю там, вот смотрите, шезлонги. Тоже сидят люди. Загорают. Так что в целом, даже сейчас, когда еще сезон не в самом разгаре, тоже приходят люди. Многие просто пикник какой-то накрывают, приносят еду, посмотреть на такую вот красоту. Напишите, если вы были в Турции, какой вам пляж больше всего нравится. Мне еще нравится Алюденис регион. Вообще крутецкий регион. Я там и на параглайдинге летал. Тут тоже можете наблюдать, вверху летают. Там прямо голубая лагуна. Но если вот эта часть, Анталийское побережье, то этот пляж, конечно, можно сказать, один из самых топовых. И прямо возле этого пляжа находится вход в популярную достопримечательность пещера Дамлаташ. Мы вам, кстати, ее показывали в прошлые разы, когда были в Алании. Сейчас не планируем туда идти. И сверху, смотрите, крепость. Это везде там можно погулять, если вы подниметесь на этих подъемниках. Ну что, красота? Да, красота. Ты довольна, что ты с Индией выбралась? Да, наконец-то. Потому что в Индии вообще никакой цивилизации. Мы всегда приехали, хотя бы комфортно находиться. И не так страшно, как в Индии. Да, я не знаю. Мне тоже нравится. Еда нравится турецкая. Прямо, знаете, перезагрузка какая-то у нас произошла. Так что, друзья, прогуляемся немножко по набережной. А с вами мы встретимся уже завтра, чтобы показать, какую же... Ой-ой-ой. Какую же квартиру мы все-таки арендовали за 400 евро в месяц. Я думаю, вам будет очень интересно. И она нам очень понравилась. Как раз вы это все дело и оцените. Все, друзья, следующий день. Мы уже заселились в квартиру. И давайте же на радостях покажем обзор квартиры за 400 евро в месяц. На радостях потому, что в этой квартире есть все для полноценной жизни. Мы прямо заселились. И как будто бы расцвели от счастья. Давайте начнем. Здесь у нас входная дверь. И сразу, друзья, огромный шкаф, куда можно повесить вещи. Смотрите, мы уже курточки свои повесили. Входная дверь. И сразу на входе санузел. Санузел очень чистый. Есть стиральная машина. Это очень важно. Мы уже давно хотели все постирать. Потом зеркало. Новенький современный ремонт. Смотрите, все чистенько, хорошо. Смесители. Тут прямо идеально. Душевая кабина, бойлер, туалет. Можно вот и полотенце вешать, бумага, полотенце. Все это есть. Также вот полы можно помыть. Как полноценная квартира. Возвращаемся в прихожую. Тут у нас такой пуфик, чтобы обуться. Смотрите, какая крутая квартира. Тут у нас зеркало. Прямо в полный рост, можно сказать. И квартира-студия. Огромная гостиная зона. Мне прямо очень нравится вот это все. Кухня, так как у нас дома барная стойка, стульчики. Мы привыкли к такому формату. Также есть микроволновка. Есть посудомойка, друзья. Чайник, моющие, тряпочки. Все это имеется. Ого! Тут у нас огромный прямо шкаф с посудой. Куча тарелок, бокалов, чашек. Можно и турецкий чай наливать. Ну не знаю. Вот это прямо круто. Потому что обустроили все для нормальной жизни. Чтобы ничего не искать. Там даже специи какие-то. Очень много, я смотрю, шкафчиков. Ну тут вытяжка, в принципе, понятна. И тут какие-то сервизы. Цветы, плита индукционная. Все Siemens, я заметил. И посудомойка, и плита, и стиральная машина. Тут тоже много всего, смотрите. Прямо для полноценной жизни. Огромный холодильник, который тоже Siemens. И это, друзья, студия, но спальня идет отдельно. Если вы подумали, что мы планируем спать на этом диване, то это совершенно не так. Тут тоже столик, кресло. Можно включать телевизор, смотреть YouTube. Есть Wi-Fi, хороший кондиционер, который и на обогрев, и на охлаждение работает. И огромная терраса, балкон. Смотрите. На террасе у нас столик. Тоже стулья. Прямо огроменная терраса. Тут почти как целая комната. Это можно сушить вещи, одна, вторая сушка, веник, швабра. Ну, короче, идеально. И везде панорамные окна. Честно говоря, мы когда заселились, просто в шоке были. Настолько здесь просторно. Мы так отвыкли от этого всего. У нас в Индии были обычные комнатки, да? Отели небольшие. Как тебе? Мне очень нравится то, что здесь очень много окон. И квартира сама по себе очень светлая. Плюс это солнечная сторона. То есть кондиционерный обогрев можно даже не включать. Просто, ребят, сейчас еще только начало сезона. Иногда вечером бывает прохладно. Отопления в Турции в таких квартирах нет. Поэтому иногда можно подогревать кондиционером. Там был санузел. Давайте зайдем в спальню. Спальня тоже отдельная. Тут такая двухспальная кровать. Смотрите, окна. Можно все закрыть и спать в темноте. Я люблю как раз в таком формате спать. Тут у нас пылесос. И, смотрите, тоже шкафчик. С зеркалом. Вот, красивое зеркало. Тут наши вещи. Ну, не знаю. Мне кажется, просто идеально. Это просто находка после того жилья, в котором мы жили до этого. Напишите в комментариях, как вам подобный вариант жилья. Нам очень нравится. Вообще никаких минусов не нашли. Сюда не надо ничего покупать. Чайники, грили, тостеры. Все это здесь присутствует. Нашему счастью просто нет предела. Поэтому в ближайший месяц, друзья, мы поживем в этой квартире в таком комфорте. И это просто мега радость для нас. Также в стоимость аренды включены спортзал, сауна, бассейн. Это все находится на территории ЖК и бесплатно для пользователей, которые здесь живут. И на этом моменте мы уже планируем заканчивать данный выпуск. Следующие выпуски уже будем снимать про Турцию. Сейчас пока что переезды, обзоры. Такой выпуск более в лайфстайл формате вышел. Но я надеюсь, что он вам тоже понравился. И вы нас поддержите лайком. Напишите свои комментарии обязательно про квартиру. И на те вопросы отвечайте, которые я вам задаю в течение выпуска. Подписывайтесь на канал, нажимайте колокольчик, чтобы не пропускать новые выпуски. Обязательно нажмите колокольчик и получать все уведомления. Чтобы YouTube вам всегда отправлял уведомления и вы не пропускали новые видео. Также в Telegram канале и в Instagram мы публикуем все в реальном времени. Только что закинули обзор этой квартиры. Если вы подписаны, то вы узнали об этом первые. Ссылки на Telegram и на Instagram есть в описании под видео. И до скорых встреч совсем скоро. Мы с вами снова увидимся. Пока! Пока!